Значит, смотрите, предупреждение, это очень важный момент, сейчас мы начнем. Я вот думал вчера, как вам донести информацию о том, что такого рода вебинар вам может быть очень вредным. И метафорой была айаваска и грибы. То есть, вы знаете, почему люди блюют на айаваске и на грибах? Потому что, не потому что это как-то яд и так далее, а потому что от того, когда ты узнаешь про себя правду, тебе становится очень хреново. Поэтому, смотрите, я вас хочу предупредить, что данный вебинар может очень сильно поломать вашу психику, а восстановиться у вас просто денег не будет. В психбольнице даже в нашей отличиться вы не сможете. Вот такая вот проблема. И самое главное, и самое страшное, это понять, что ты не бог, не творец, а то, что ты просто бот, не живой человек, у которого, в принципе, в этой жизни шансов никаких на успех нет. Кстати, дайте я камеру немножко вот так вот сдвину. Кстати, у меня у самого сейчас зависло на бизоне вот это видео. И на всякий случай я включу запись и буду записывать, значит, все эти дела здесь, на всякий случай. Я пять лет работал не на отечественном оборудовании, а все работало, все зумы, все стримы, это самое, работали. Вот, я не знаю вообще, поставьте, пожалуйста, минусы, у кого все виснет, у кого полностью жопа, давайте это самое, потому что я что-то не уверен, что... Разблогируйте чат модераторы, я хочу посмотреть вообще у нас что-нибудь вообще работает или нет, потому что у меня сейчас на экране виснет... У меня сейчас на экране виснет мое видео в этом самом, в бизоне. Причем, мне кажется, оно должно как бы работать. Окей. Все работает. Хорошо. Хорошо. Окей. Окей. Все работает. У кого-то минусы. Минусов сколько? Минусов половина. Окей, ладно. Я его проведу, этот вебинар. Я его запишу себе на компьютер. Грубо говоря, буду писать его для себя. Вот, значит, модераторы, выключайте тогда чат, потому что меня вся эта херня отвлекать будет. А у меня тут на листочке, на телефоне все записано. Все ходы. Хорошо, тогда сейчас начнем. Я заново запись включу, чтобы... Весь этот позор с бизоном, чтобы он в историю не вошел хотя бы. Окей. Хорошо. Так вот, давайте продолжим. Значит, самое страшное, это узнать про себя правду. Правда, она очень неприятная, и именно поэтому люди, которые проходят божественные, священные церемонии, они очень сильно плохо себя могут чувствовать, потому что им показывают правду. Правда заключается в большинстве случаев в том, что ты никакой не творец, не бог. Ты являешься просто ботом, у которого шанса на не то, что успех, не то, что там на миллиарды, на выживание больше нет. Вот. Смотрите, для тех, кто собрался здесь чему-то поучиться, я рекомендую вам не тратить свое время, я учить вас ничему не собираюсь по одной простой причине, потому что все, что я записывал на протяжении пяти лет в гипно-коучинге, мы через несколько дней сделаем бесплатным для тех, кто подписан в платный канал. Бесплатным для тех, кто у нас находится в канале. Поэтому там уже все есть, мне рассказывать больше нечего, ничего нового здесь нет. Я сейчас отдаю, значит, под управление команде, значит, гипно-коучинга, которая доказала то, что им можно доверять. Вот они получили партнерство в гипно-коучинге, и вот они дальше будут помогать вам выживать. Времена очень интересные, и для многих из вас это будет последней соломенькой для того, чтобы спастись, особенно для тех людей, которые имеют призвание целителя. То есть вы сможете научиться, вернее, даже не так, вы сможете себя протестировать на то, живой вы человек или нет. Это очень важно, потому что правду про себя знать, это очень важно и полезно. Потому что я вам могу утверждать, что большинство людей на земле, вернее, 99% населения не являются живыми людьми. Поэтому мы даем им всем себя попробовать, посмотреть, докуда вы можете дойти, и в большинстве случаев обломаться. То есть я хочу вам показать и доказать, почему у нас есть УАЗики, почему у нас есть Бизоны, а там в других местах есть Роллс-Ройсы, Зумы, Теслы, ракеты, Спейс-Эксы и так далее. То есть вы на себе сможете все это испытать, чтобы вы себя не обманывали, чтобы вы не рассказывали, что вот у меня денег нет, меня ущемили правительство, царь, император, и поэтому я вот хожу вот такой весь обосанной. Нет? Вот вы же подсматривали за тем, что происходит в гипно-коучинге на протяжении 5 лет. Вы знаете, что люди зарабатывают? Вы себе рассказывали, что у меня просто сейчас пока денег нет. Сейчас, вот в данную секунду у вас больше нет отмазок. И вот я хочу посмотреть, куда вы придете. Но у нас есть спасительная тема, которую я сейчас буду вам продавать. Поэтому смотрите, учиться вы здесь ничему не будете, ничего нового не узнаете. Я вам буду рассказывать про тему, которая называется наставничество. Она очень дорогое удовольствие. И если у вас нет денег, вам здесь, в принципе, делать нечего. Я вам там расскажу, там какие у нас еще программы, есть психбольницы и так далее, и тому подобное. Но не тратьте время. Многим из вас просто веселее, приятнее будет посмотреть кошек, всякие вебинары, туда-сюда потусить и так далее. Это я вам прелюдию рассказал. Сейчас я вам расскажу список, который я написал про себя. Очень интересно, кстати, получился. Но прежде я вам расскажу такую вещь. Каждый из вас, каждый без исключения, то есть здесь прикол, тут даже исключений из правил нет. В том, что я сейчас вам расскажу. Каждый из вас когда-нибудь столкнется с такой вещью, как смерть. Каждый из вас. Представьте, вы родились с пожизненным приговором, который заканчивается смертью и обжалованию не подлежит. И очень многим из вас повезет, если у вас будет возможность в конце жизни подумать, как я прожил жизнь. То есть это смерть не внезапная такая, раз и все. А вот именно осознать, подумать и так далее. И знаете, к чему вы придете? Вы придете к тому, если у вас будет такой шанс, а он не всем дается. Вы будете думать, на что вы потратили свою жизнь. Всю свою жизнь. Этот подарок, величайший подарок от Творца. От вашего конкретно Творца жизнь. На что ты ее потратил? Ну, кто-то из вас смотрит YouTube. Кто-то сейчас тратит свое время, смотрит меня, зная, что вы ни на что не потянете. Ну, вы думаете, там мотивация какая-то, там позитивное мышление. Вас наебали. Честно вам говорю. Наебали вас. Ну, такая вот система, да. Вот так вот прикольнее. Но вот я, например, когда проанализировал историю гипнокоучинга, которая началась на моем грибном трипе 9 апреля 2019 года. Что получилось за 5 лет свершить? Список. Смотрите. Первое. За 5 лет гипнокоучинга он сгенерировал выручки 13,5 миллионов долларов. Вот эта вот, вся вот эта вот система. Там и гипнокоучинг, и ретриты, и все такое. Еще очень важный момент. Я начал гипнокоучинг, я вложил 5 тысяч долларов. Если вы возьмете сейчас и посчитаете, какая прибыль на 5 тысяч долларов, то есть процент роста, значит, на вложенный капитал за 5 лет, это получается 264 тысячи процентов. 264 тысячи процентов. Теперь инвесторы. Как вам такие цифры? Нормально? Или сколько вы там считаете? Насколько вас там разводят? Типа ты инвестор, давай вложимся, да? 20 процентов, да, годовых. Понимаете, чему я людей обучаю? Что я еще сделал? За эти 5 лет я создал лучших в мире целителей, которые неизлечимые болезни даже могут лечить. И мы сейчас собираем кейсы, там, начиная от рака, все остальное, кисты, не кисты, короче, это уже все легко делается. Мы просто хотим это на поток сейчас поставить. То есть я создал тысячи таких людей, которые действительно могут за базар отвечать и даже деньги вернуть, если это не сработает. Что еще? Ну, создал новую религию мировую. Тоже прикольная тема, да? Что еще произошло за эти 5 лет? Я обучил людей, своих учеников, как зарабатывать, генерировать деньги, как управлять компаниями. Некоторые из них стали моими партнерами. То есть те, которые были верны, вменяемы, они сейчас получили от этого бизнеса, который 13,5 миллионов принес, они получили 60 процентов этого бизнеса. Представляете, как ценится, вот когда человек верен своему делу, своему призванию, то есть он живет по правилам, по понятиям, которые божественные. Представляете, кривые рожи тех, которые или кинули, или пытались нас кинуть. Прикольно, да? Теперь, ну я дальше зачитывать не буду, там много всего, чего интересного. Там книжки написаны были, там на трех-четырех языках уже. Ну их потом еще переводят, в общем, это не считается. Но давайте разберем теперь те вещи, вот 2019 год. Что ты конкретно сделал или сделала? В 2019 году. Какие твои успехи? 2020 год. Какие твои успехи? 2021 год. Прям возьми бумажку сейчас и напиши. Я в 2019 году был таким-то, стал таким-то. В 2020 году я сделал вот это, вот это, вот это. В 2021 году у меня вот это было. Самое крутое, я аж масочки себе купил, иглоукалывание себе в плечо сделал, да? Потом в 2022 году я там бегал весь, жаловался, что денег нет и так далее. В то время, когда мы зарабатывали миллионы долларов. А что было в 2023 году? В прошлом году? Нормально у тебя все было? А что сегодня происходит в 2024 году? Но самое главное подумай, с такой же тенденцией, где ты будешь в 2025 году? Прикольно же задуматься, да? Вообще, о чем твоя жизнь? Сейчас, секунду, я тут поправлю себе на экране. Так, сейчас я посмотрю, есть ли какие-то комментарии. Ок. Ладно, все вроде, говорят, работает. Но если что, у меня все записывается на это, потом в записи посмотрите. Смотрите, опять-таки же говорю, многим из вас все, что я сегодня буду говорить, оно не поможет в принципе. Потому что для многих из вас то, что происходит сейчас с вами, с вашими странами или с нашими странами, кого как, это очень терапевтический процесс, который заставит вас, уже насильно заставит вас стать людьми, который насильно заставит вас ценить жизнь, ценить время. Потому что время – это и есть часть божественного, которому все подчиняется в этой физической реальности. И вот когда вы убиваете время, убиваете жизнь, убиваете себя тупостью, вы всегда будете за это платить. То есть всегда есть за все карма, ответ, вы будете нести ответственность за все, что вы сделали. То есть за каждую секунду, которую вы просрали, вы будете отвечать. Как? Посмотрите. Это же ваша жизнь. То есть время – это очень важный момент, который, если вы не научитесь ценить, вы не сможете ценить ни свою, ни чужую жизнь. Потому что время – и это и есть жизнь. Вот подумай, ты сегодня что сделал со своим временем? То есть мы даже не говорим про заработок денег. Ты стал лучше, ты стал полезнее этому миру. Потому что нас всех приучили в быдлообразовании только за себя, только себе. И поэтому ни у кого ничего не получается. Я вам примеры приводил, например, про того же самого Илона Маска. Он чем занимается сейчас? Он пытается спасти человечество от того, что может быть произойдет на этой планете, чтобы хотя бы какие-то люди где-то там на Марсе размножались и чтобы все человечество не погибло. Понимаете? Я примерно этим же сам занимаюсь, но я ракеты строить не умею. Я хочу через грибную религию микомистицизм помочь человечеству хоть как-то одуплиться, чтобы было поменьше тупого быдла. В принципе, да. Именно поэтому мне нужны тоже большие деньги для того, чтобы я мог себе позволить архитектурные проекты делать, храмы строить, обучать людей, напечатать литературу и так далее. Понимаете? То, что я по-любому никогда не буду бедным и я всегда буду богатым, это уже однозначно по-любому, но я понимаю, что для того, чтобы идти дальше и расти, нужно вписываться вот в структуру этого мироздания. Задайте себе вопрос, а вы вписаны в структуру мироздания? Вы чем полезны этому миру? Кто-то из вас максимум полезен, чтобы пойти на какую-то спецоперацию и там сдохнуть где-нибудь в танке. И это правда. И это не я придумал. Кто-то полезен только, чтобы размножиться и создать еще рабов таких же, как и вы. И это тоже правда. Я тоже ничего не придумал. Это реальность. Единственное, чем вы можете тешиться, это тем, что у вас забрали жизнь в концлагерях, которые называются школа, там высшее образование и так далее. И это ни к чему не привело. И я вам это рассказываю, потому что вы должны знать свое место. Каждый из вас должен знать, кто он и кем является. Потому что если вы попутаете, например, что сейчас происходит в мире, все все попутали. Тетки какие-то 50-летние в пуховиках, капюшонах там что-то пытаются себе принца на белом коне, которые там все уже просрали. Люди, у которых уже атрофировался мозг, пытаются там какими-то гуру стать. Вы должны знать и понимать свое место. Поэтому я вам говорю, то, что я сегодня вам расскажу, вам может повредить сознание. Поэтому вам лучше аккуратно к своему сознанию относиться, потому что сознание это то, кем вы являетесь, то, что рулит всей вашей жизнью. Понимаете? Хорошо, ладно. Сегодня буду рассказывать про изменения, о которых вы уже слышали. Вы знаете, что я перехожу на американский рынок. Я готовился к этому полтора года. Я готовил команду, которая сможет это все вести. Это не значит, что я не буду частично как-то там участвовать. Но мой фокус будет на англоязычный рынок, и я как раз таки этим занимался. Именно поэтому я сделал так, что вы сможете теперь бесплатно проходить гипно-коучинг для тех, кому это может понравиться. То есть все пять лет всей информации, которая была записана в гипно-коучинге, будет для вас открыта. Но там есть такой нюанс. Смотрите, когда мы вели гипно-коучинг, мы поняли, что большинство людей, которые не имеют возможности, так сказать, расправить крылья, ощутить свой дух, им нужна поддержка и помощь. То есть это мертвые или полумертвые или умирающие люди, то есть на духовном уровне. То есть которые не могут, например, по бумажке, по инструкции что-то сделать, потому что они в принципе не управляют своей жизнью. То есть в принципе. То есть если они ставят план на завтра, он у них не может осуществиться по одной простой причине, потому что у них контроля нет ни над своей психикой, ни над жизнью, ни над чем вообще. В принципе это рабы, которые как белка в колесе крутятся. Мы два раза запускали наставничество. На второй раз оно сработало. Первый раз оно не сработало, потому что был неправильный подход. То есть наставничество это как раз таки то, что дает человеку возможность осилить путь. Потому что чем мощнее знание, чем эффективнее метод, тем тяжелее он, именно вот как молот Тора, который поднять может только он, потому что он достоин этого. Вы знаете много историй, где люди пытались на складчине скачать гипно-коучинг, но вы понимаете, у многих из вас он скачанный, но вы ничего не добились, потому что первое, вор должен за всю жизнь платить, второе, должна быть принесена жертва и без жертвы вы никуда не дернетесь, вот такие правила здесь, халявы не будет ни у кого из вас, например, почему я смог запустить проект с пятью тысячами долларов, который выстрелил на 13 миллионов, потому что я жизнью заплатил до того, за него, то есть, если вы хотите жизнью платить, например, мне это заняло около 20 лет, хотите быстро, придется принести жертву, кому, наставнику своему, вот и все, то есть, вам придется платить всегда и за все в этом мире, или жизнью, а вот я, например, выбираю деньгами, например, я нахожу самых лучших и умных людей, и за их время, за их опыт плачу. Теперь, у кого-то из вас, пару человек, появится желание пройти там вот это наставничество, ускорить процесс в течение пару месяцев, чтобы вас за руку взяли люди, те, которые уже прошли этот путь, это те ученики, у которых получилось, которые понимают, что нужно делать конкретно, которые с теми же самыми затыками боролись и победили, понимаете, то есть, вот они будут как раз таки помогать людям не проходить гипно-коучинг годами, потому что, вы же знаете, у каждого из вас собака обосрется, кошка там, и детей надо будет куда-то, а там война, а тут еще война, потом это, и, короче, переезжать и так далее, то есть, если вы хотите быстро и эффективно и сразу зарабатывать деньги, тогда вам нужен будет наставник, но, давайте я вам сразу расскажу, какой пиздец вас ждет, значит, смотрите, вы привыкли, что если у вас какая-то появляется мизерная вот эта вот какая-то валюта, скажем так, там даже не деньги, а валюта какая-то, вот там у вас появилось пару баксов, и вы такие, сейчас я, короче, буду, короче, всех напрягать типа и интервьюировать, вот здесь вы обосретесь и у вас этого не получится, потому что у нас правила меняются, значит, я запретил наставникам продавать что-то в принципе вообще, потому что это логически неправильно, когда ты даешь всю информацию бесплатно, если человек не может ее осилить или не хочет и хочет быстро получить результат, он должен продавать наставнику свою кандидатуру, почему? Потому что наставник будет время тратить с этим человеком, понимаете? То есть вам придется к наставнику подкатывать уже по понятиям, рассказываю, что это значит. Значит, вы должны с уважением, по имени-отчеству, попроситься, может, даже на коленях, чтобы этот человек помог вам, потому что у вас нету ни знаний, ни силы, ни потенциала. Если бы он у вас был, вы бы не смотрели это видео сейчас в прямом эфире или в записи, я уверен, что придется в записи смотреть по-любому всем, потому что УАЗик, что все, кстати, заслуживают, понимаете? Кто заслуживает Роллс-Ройса, там понятно, а кто УАЗик, это те, которые еще не заплатили жизнью. Так вот, значит, система меняется таким образом, что эти люди, которые у нас называются наставниками, являются самыми вменяемыми людьми, которых вы в своей жизни когда-нибудь встретите. Ну, вы их можете сравнить со своими родственниками, там, соседями, друзьями, вы поймете, о чем я говорю. Это те люди, которые получили информацию, осилили ее, прошли прям вот по пунктам, заработали деньги, кайфуют от жизни. Я в конце вам еще расскажу там про расценки, психушки и так далее. Кстати, по поводу тех, кто сейчас отучился, тут уже есть подглядыватели, типа, которые считают себя конкурентами гипнокоучинга, которые университеты открыли. Вот, смотрите, расскажу вам, в чем прикол быть наставником, насколько быть вменяемым человеком полезно и выгодно даже вот в нашей структуре. Наставники получают 40% денег, которые генерируют гипнокоучинг, потому что они как бы ведут человека, они это самое, то есть, никакие там, 40%, 10% от 10 до 20 мы тратим на рекламу, то есть, плюс-минус получается как бы пополам, то есть, мы с наставниками пополам работаем. Представляете, как классно, да, мы генерируем маркетинг, все, продажи, они, значит, интервьюируют человека, они не продают, они не занимаются продажами и отшивают, 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 когда появляется хороший человек, с кем можно, то есть, живой человек, с кем можно будет взаимодействовать, они говорят, хорошо, я тебе готов помочь. Теперь смотрите, в конце этого вебинара, в конце этой презентации у вас будет там какая-то кнопка зарегистрироваться и так далее, смотрите, если вы собираетесь ебать мозги, вот как вы всю жизнь ебали мозги себе, своим близким и так далее, значит, у моих наставников есть инструкция посылать вас нахуй. очень, так сказать, деликатно, деликатно, то есть, они просто, когда вы с ними по телефону там это самое, они просто в случае, когда они заподозрят, что вам лучше самим учиться и не тратить время людей, настоящих, живых, они на вас просто трубку повесят, они даже не будут энергией, представляете, сколько энергии потратил, я за 13 миллионов в хуесосе людей, знаете, как это тяжело морально, там же какие-то мои родственники могут смотреть, там родители и все такое, как бы, а я тут боюсь с быдляством ими же, их же мы, их же методами, вот так вот правильно говорить, представляете, сколько у меня седые волосы на бороде появились, так я ожесточенно воевал с быдляством, понимаете, сейчас вот я хоть это самое, на английском, понимаете, прикол в чем, английский язык по мату очень скудный, очень скудный, и там вот это только факи, там вот это и все, как бы, там нету вот этой вот свободы, там, там восьмой дан по мату не получишь точно, как бы, там неинтересно, как бы, там нету этого искусства, изящества, этого грациозности, вот, поэтому, да, я буду, как бы, скучать, поэтому я сегодня оторвусь, я сегодня жестко оторвусь, вы кайфанете вместе со мной, я вас заставлю кайфовать вместе со мной, тут написано, да, у нас, смотрите, значит, наставничество, у нас есть наставничество, психбольницы, у нас есть, у нас есть всякие там еще дополнительные, интересные программы, которые смогут вас в выменяемое состояние привести, сегодня, кстати, вы получите 4 тысячи долларов в скидку, вы же понимаете, да, вы же, вот, те, которые там, два человека меняемые, которые там запишутся, куда-то будут это самое, себя хорошо вести, и у них возьмут аж деньги, вот, вы же должны, как бы, за свое потраченное время сегодня получить, как бы, компенсацию за моральный ущерб, вот у вас компенсация 4 тысячи долларов, я вам в конце расскажу, мне сейчас дошают еще там пару документов, я их прямо вам в эфире зачитаю, чтобы не вот это вот, что, не хочу на это время тратить. И вот, что я вам хотел рассказать, я вам хотел рассказать, почему такая щедрость, ну, смотрите, то есть, бизнес, который приносит миллионы долларов, создает, как бы, вы понимаете, какие зарплаты мы вообще платим, да, то есть, там, ну, целый движняк, настоящая корпорация, прям, миллионы, да. Почему я отдал большую часть компании своим, значит, верным сотрудникам, и почему американский рынок и так далее, и все остальное. Потому что самая большая проблема, сейчас в мире, в мире глобально, она заключается в том, что недостаточно вменяемых живых людей. То есть, есть боты, есть зомбы, есть вот это вот все, но живых людей категория, то есть, катастрофически не хватает, катастрофически. и нам не хватает людей, которые будут доходить до микромистицизма, которые будут людей лечить от неизлечимых болезней, управлять храмами, ну, и так далее. Потому что у нас задача построить очень много храмов. Я один этим всем управлять не смогу, нам нужны вменяемые люди. На данный момент из-за того, что произошел и происходит геноцид, самый настоящий, стопроцентный, то есть, там вы можете загуглить это все, никто даже не скрывает, что вас сейчас уничтожают физически, на физическом уровне. Вот. Нам критически не хватает вменяемых людей, которые потом управляли храмами, которые бы лечили людей, которые бы работали с элитой и так далее. То есть, катастрофически не хватает. Поэтому мы сейчас расширяемся на англоязычный рынок, потому что на английском говорить весь мир пока еще. Дальше непонятно, что будет. И поэтому мне нужно расширить вот эту вот воронку, вот эти вот сети, в которые будут попадать целители вменяемые. Ну, вот эти вот все мертвые, которые боты, зомби, они сами там все, они сейчас просто пойдут. Типа, да зачем мне наставники, я же халявы ждал всю жизнь. Без проблем. То есть, есть люди, которые действительно попали, они живые, но они попали в такую ловушку, да, где их наебали образованием, скажем так. и им нужно будет сначала заработать первые деньги. Кстати, если бы они хотели, они бы заработали уже на бесплатном тренинге, потому что у нас огромная часть учеников на бесплатном тренинге заработали на платный, и на платном прошли все, маркетинг, поняли, что куда делать, и начали зарабатывать по десятке. А, кстати, еще очень важный момент. С тем, что сейчас происходит в мире, катастрофически не хватает целителей. Именно настоящих целителей, которые за базар отвечают, которые могут деньги вернуть, если вдруг не получится. То есть, весь рынок наполнен пидорасами, психологами, конченными. Я двух знаю, очень гениальные люди, но они еще гипноз понимают, знают это самое, то есть, они не пидорасы. Все остальные пидорасы, конченые, прям твари. Почему? Потому что они пользуются невменяемостью потерпевших, у которых они воруют деньги. Годами. Люди годами к ним ходят, они ебут мозги, они их там промывают, все там, типа, и потом человек приходит к нашему специалисту, пам-плум-плум, раз в 8 сеансов, бля, человек выжил. Он из морка вышел, он ожил, понял, что его ебали. Ко мне, например, люди приходили, я знаю одну женщину, она, кстати, ее бойфренд на тот момент был дядей Хэйди Клум. она после того, как я ее вылечил, судила пидораску эту самую психологиню, психологиню, за то, что она что-то 20 лет ее кормила какими-то таблетками, что-то пизделой и так далее. Там пиздец был, там реально было судебное. говорит, вот я какому-то чуваку или говорит, матом ругается, блядь, меня вылечил, это самое, меня разводили. Ну вот. То есть, категорически не хватает людей, которые что-то умеют, знают и не пиздят. Часть, кстати, выходцы из гипно-коучинга. То есть, они что делают, значит, они копируют гипно-коучинг. А потом говорит, у меня в триллионы миллиарда нас лучше, копия моего тренинга, урезанная, уже инвалидская, неработающая, и поэтому, значит, я продаю это там за 10 долларов, короче, учитесь теперь у меня. Вот я хочу, чтобы вот эти все пидорасы вышли из бизнеса. То есть, я, первое, вменяемым людям делаю, приношу жертву гипно-коучинг. Понимаете, да, почему я это делаю? Потому что, для того, чтобы дальше пойти, надо в жертву принести то, что старое. Вот, я приношу жертву, даю вам доступ к гипно-коучингу, вменяемые люди начинают расти, то есть, мы больше создаем вменяемых целителей. Пидорасы уничтараются из-за того, что они не могут конкурировать с бесплатным самым пиздатым в мире гипно-коучингом, тренингом, мы уничтожаем весь этот говно, блядь, как он называется, инфо-цыганское говно, все. Потому что, я хочу, на самом деле, сделать так, чтобы, если ты зарабатываешь деньги, ты должен ценность за это дать, ты должен обменяться, ты должен дать больше, чем ты взял. я, например, за те деньги, которые я, вы вообще понимаете, что гипно-коучинг, когда я там первые несколько месяцев начинал, стоил там полторы тысячи долларов, и я там сам проработки делал, тем, которые там первые три потока. Представляете, да? То есть, я хочу, чтобы вот этот вот, вот эта вся система помогла тем, кому можно помочь, и уничтожила тех, которым нельзя помочь, потому что пидорасы должны сидеть в тюрьме. Окей? Я вам просто рассказываю, когда я даю результаты, они превышают то, что люди заплатили. Те люди, которые заплатили тогда, еще пять лет назад, по полторы тысячи долларов, они продолжают зарабатывать десятки тысяч долларов в месяц. Не все, некоторые из них, за полторы тысячи, они же миллионы заработают на протяжении всей оставшейся жизни. То есть, я за полторы тысячи миллионы долларов выведен. Сейчас вы это получаете бесплатно. Но учтите, вам придется платить за все. Скорее всего, жизнью. Правила такие, я их не придумывал. Вот. Но, если вы, например, обучитесь, заработаете первые деньги, а потом, например, пойдете, заплатите наставнику, он вас быстро приводит, вы экономите время, то есть, вы, понимаете, многие из вас считать просто тупо не имеют. Вот вы ходили, там у вас образование, какие-то бухгалтеры какие-то, там экономисты, вы считать просто, блядь, не умеете. Если вы сейчас посчитаете, пока ты жевал сопли, а я знаю, я уверен, что большинство из вас вы смотрите за гипноколчингом, подглядываете уже 5 лет, как минимум. Все идет нормально, супер. Вы подглядываете годами, смотрите видеоотзывы учеников, которые заработали бабло, начали путешествовать, тачки себе купили, живут там в Испании, Бали, Таиланде и так далее, а вы сопли жевали. Вы, вы потому что просто тут посчитать не умеете, вы необразованные люди. Потому что, если бы ты посчитал, сколько ты проебал денег на всякие мыдлатуры, всякие там, Египты, Турции, всякое вот это все включено, пока тебя лечили от ожогов, пьяный заснул, блядь, на пляже, да? Если вы посчитаете, вы потратили десятки тысяч долларов и остались бомжами. Остались, блядь, ни кем. То есть, там даже слово наследие, оно где-то вот там, как это, пешком до Марса лететь, ломаную маску, да? То есть, вы остались в обожаре потому что, вы не можете считать. Потому что, если бы вы на эти деньги, которые вы потратили на свои дрочинги, на телефоны, на какие-то там, блин, одежду, какие-то понты и все остальное, вот это блядь, блядь, если бы вы вложили деньги, тогда пять лет назад, полторы тысячи, посчитайте, давайте на пальцах загинать, сколько это? Не будем в чат обращаться, там без поля, там считать. А вы поэтому в чате сейчас находитесь, потому что вы считать, блядь, не умеете элементарно на калькуляторе. Это, если по десятке, это сто двадцать тысяч каждый год. Умножаем на пять лет. Не буду вам подсказки говорить, вы сами должны, потому что вы даже не можете умножить эти элементарные сука числа. Говорите? Вот почему нужно наставничество, вот почему вам всем нужно лечиться. Давайте поговорим про психбольницу и почему она так называется. Это еще важно. Мои сотрудники рекомендовали там лечебница всякая вот эта хуйплёцкая вот эта вот типа. Ну а что люди будут обижаться? Потому что они же долбоёбы, их надо, блядь, лечить. Понимаете? Если ты не умеешь считать, у тебя дети голодные, обосранные, в соплях, блядь, сидят, и ты не можешь посчитать, блядь, хуй к носу, блядь, прикинуть вообще. Ты психбольной. Вообще понимаете, что такое гипноколщик? Вот у меня есть специалисты в нашей команде, психиатры и так далее, ученые и так далее. Я с ними говорил, например, Расширшевнюк, профессор. В психушку если человек попадает, все пиздал, он там взохнет. То есть там все. Мы умудряемся умудряемся взять, например, там, таксиста, какого-то там, сварщика, экономиста того же, обучить в течение нескольких месяцев, и он из психбольного, которого в психушке, если бы закрыли, он бы того, делают нормального человека. Поэтому психбольница нужна. Во-первых, там считать научитесь. Считать это полезно. Как бы 120 тысяч в год, когда ты зарабатываешь, блин, Паш, нет, у нас олигархи зарабатывают аж две тысячи, братан. Там, ну, три. Понимаете? Считать надо научиться. Из психических расстройств нужно выйти. Каждому из вас. Сами вы не выйдете. Психологи вас наебут и скажут, что быть долбоебом, как я психолог, это нормально, это фишка. Понимаете? Вам нужно сторониться и их, как вот этих, как они назывались, кого-то на остров отправляли, у которых кожа, вот это вот, это самое, лепресси называется. По-английски. Видите, я уже на английский это самое, если перешел. Прокаженные они, сука, блядь, тупые пидарцы. За их здоровье. Короче, почему я провожу сегодня этот вебинар? Я вам хочу всем доказать, что даже не имеет значения то, что человек говорит. Например, я сейчас сижу и опять в очередной раз хуесосю дебилов. Вменяемые люди ржут, сидят, как бы это шоу, да. Я поэтому вот люблю Жириновского, как он хуесосил всех. Великий человек был. Я сожалею, что при его жизни я с ним не познакомился, он был моим ментором. Красавчик. Всю правду рассказал. То, что можно было. Не перегидал палку, поэтому вот сам лежали. Так вот. Я вам хочу показать и доказать, что вообще плохо. Там кто-то дрочит на какие-то там воронки, конверсии, какие-то там цифры. Вообще до пизды это все. Конверсия всегда остается одинаковой. Если ты имеешь что-то настоящее, работающее, люди сами будут этого хотеть. Это правда. А если ты там будешь сидеть, есть причесанный, выдроченный, следить за базаром, чтобы никого не обидеть. Тебя об хуесосит, об басут, и ты будешь бомжом продолжать быть, как обычно. Понимаете? Это то, чему вас учили в школе. Это искусство быть собой. И вот этому в всех больницах как раз-таки мы учим и лечим. Потому что психбаниться нужно каждому из вас. Окей. Сейчас я вам зачитаю, что там мне написали. Окей. Смотрите. Вот первое. Наставничество. Цена, которая у нас зафиксирована, это 10 тысяч. Короче, кто там запишется, какую-то хуйню нажмет, я туда даже заглядывать боюсь. Этой хуйни, наверное, нету там, чего нажимать. Потому что, блядь, в УАЗик. Короче, за 6 тысяч купите и, значит, на коленях, блядь, чтобы просились у наставников, блядь, потому что они вам жизнь спасать будут. Ваши дети зависят от того, будете выебываться вы или нет. То есть, если ты там наденешь на себя корону, блин, тебя просто, я им прописал, значит, любая тупая тварь, которая выебывается на консультации, ты вписываешь в черный список, чтобы остальные наставники, уважаемые люди, которым вы по имени и отчеству должны обращаться, чтобы они на вот эту вот ублюдскую тварь не тратили время. Смотрите на бизони и все. Вам не нужна помощь. Я вам бесплатно отдал все. Все 13 миллионов, короче, все, пожалуйста. Окей. Значит, 4 тысячи у вас скидка на это самое. Сколько там? Пару дней. Ладно. Чистилище. Чистилище это очень важный такой этот самый. Чистилище у вас через две недели закроется, вообще его не будет, мы больше набирать не будем. Сейчас оно стоит 3220 долларов. Прикольная цифра, мне нравится. Грибное чистилище, чтобы подготовиться, чтобы голыми не бегали там по району, да, значит, это 2200 долларов стоит. Для участников вебинара в течение двух недель о, для участников вебинара в течение двух недель после мероприятия на бизоне, сука, 1800 долларов. Вы там записываете, короче, что-нибудь там. Так, там какие-то лендинги, короче, там переходите кнопки, короче, значит, самое главное, то есть, что вам должно помочь. Грибное чистилище для желающих треповать, вы без него просто будете дебилами, то есть, вы вернетесь, вы богиня, блядь, и вот это вот все, вас там недопроработали, вы будете прорабатывать на священных церемониях вещи, которые вы могли бы вот за эти 1800 долларов все в башке проработать, стать нормальным человеком, то есть, это как бы, это часть психушки, то есть, вас от психических болезней вылечат, то есть, я бы никому не рекомендовал ездить на грибные ретриты без подготовки на грибном чистилище, это я вам просто говорю, как оно есть, то есть, хотите быть ебнутыми и тупыми, это ваш выбор, кнопка регистрации под стримом нажимайте там, короче, значит, еще раз повторяю, по имени-отчеству, предварительно, когда вот вы у наставников будете, это самое, их видео посмотрели, чтобы они там все объясняют, и ни в коем случае, если вы не хотите всю оставшуюся жизнь быть дебилом, без шансов на выживание, пожалуйста, не выебывайтесь, все, я закончил, но хочу вам еще рассказать несколько интересных вещей, это уже после, это самое, это как бы автор-пати называется, сейчас я посмотрю, Бизон работает или нет, о, кнопка появилась, прикольно, ладно, давайте, включайте мне это, модераторы, чат, короче, я буду общаться с людьми, потому что я общаться буду теперь только периодически в закрытом, так сказать, чате, в закрытом телеграм, вот, буду рассказывать людям, которые учатся на гипно-коучинге бесплатно, Александр пишет, Павел, привет, ты лучший, Базару нет, благодарю, виснет, кого ебешь у вас, вы смотрите это, блядь, на Бизоне, блядь, что вы хотите, вам нужен УАЗик, блядь, и Бизон, все нахуй, от вас больше ничего не требуется, блядь, Володимир пишет, почему уничтожают именно белых людей, очень серьезный вопрос, Владимир, вы вообще, это самое, глубоко копаете, я сам расскажу, потому что, последнее время, цивилизация создавалась, именно, белыми людьми, как бы, кто там, это самое, раньше там арабы, участвовали, индусы, и так далее, последние вот эти, сколько-то там лет, сотен лет, все рулило белое население, да, и до этого, и так далее, и тому подобное, то есть, нашу планету захватили, те, которых вы можете проинтервьюировать прямо на, на священных церемониях, они вам все это расскажут, то есть, там уже все прописано, зафиксировано, то есть, они не с белым населением ведут войну, они с человечеством ведут войну, а через белое население последнее время приходили технологии, и вот это вот все, как бы, это самое, например, тот же самый искусственный интеллект, пенициллин, пенициллин, вот, это все приходило так, и тут даже не в белом населении, вопрос, задача стоит такая, чтобы перемешать все, все рода, то есть, чтобы не было чистокровных никого, ни славян, ни арабов, там, ни китайцев, ни индейцев, никого, чтобы не было, в общем, чтобы все перемешались, почему, потому что у каждого народа, даже самого маленького, есть уникальные традиции, то есть, есть уникальность, у каждого народа есть уникальность, свои повадки, одежда, история, там, вот это вот все, то есть, уникальность, то есть, уникальность, это всегда божественное, А быть похожим на всех остальных – это уже сатанизм. Чтобы вы понимали. То есть сатанизм – это когда вас сделали биороботами, которые не могут ни от кого ничем отличиться. То есть ты как все. То есть вот это уничтожается. Но по статистике всегда же вам дают информацию искаженную. Например, на гугле, если вы посмотрите, изучите, можете сегодня это сделать. Сколько было, например, белого населения 100 лет назад? Сколько его сейчас? Там сейчас типа 16%, на самом деле 8%. И они вырождаются. То есть это 4% женщин, 4% мужчин. Вырождаются почему и как? То есть что сделали с человечеством? Задебили ли через женщин? Потому что чтобы уничтожить семью, нужно просто сделать одного человека долбоебом. Кого? Лучше всего женщину, потому что она является вот этим клеем семьи. Семейным вот этим всем. То есть она создает семью. И если она стала дебилкой, она становится вот этими тетками в пуховиках, которая проебала всю жизнь, стала матерью-одиночкой и хочет еще и принца, еще и выебывается. То есть уничтожили изнутри. То есть методом партизанским подрывным. И уже ученые все посчитали. К тысяче... Нет, не тысяче. В 2045 или 49 году белых людей, чисто белых людей можно будет только в резервациях и в музеях изучать. В музеи ходили истории. Там эти неандертальцы, кроманьонцы. Там вот этого они с палками. Вот там будут белые люди, короче. Вот такая штука. Ну, там будут все остальные тоже. Мелкие народы особенностей. То есть будет музей, например, вот как этот Смисонин музей. Я недавно заходил в него в Вашингтоне. Там будут, значит... Белые, там славяне, армяне, грузины, там всякие таджики и так далее. То есть если в наших брать. И все остальные 100 народов. Вот какие-то они были. Вот их одежда. Вот Гуччи, блядь. Типа того. Вот. Что тут пишут? Скрыто. Диснеевские. Что это за какая-то хрень выходит тут? Кто-то взломал Бизон. Я вам говорю, переходите на Zoom. На Zoom переходите. Окей. Виснет, не виснет. Не пишите, что виснет. Тут и так понятно. Вы другого ждать не имеете права вообще от Бизона, блин. Понимаете? Человек, вот Алексей пишет, что нормально у него и звук и виде. Красавчик все, значит. Значит, переехал куда-то, живет в правильном месте. Какие события ждут в ноябре человечество? Да хрена узнает. Что-то ждет. Я же вам, понимаете. Невозможно предсказать конкретно что. А вот когда плюс-минус можно. Вы можете почитать стихи Настрадамуса. Они так, в принципе, пишутся. Данил пишет. Чувак под коксом зарабатывает с лохов. Молодец, неплохо. А что тут непонятно? Видите, люди настолько одебиленные. Я же говорю, вам в психушку надо. Я вам дал бесплатно инструмент, который принес 13,5 миллионов. Там есть все. Я вам по секрету скажу еще. Каждый из вас, пройдя бесплатный тренинг, может миллионером стать в течение года. Это не шутка. Я вам отвечаю. Я вам серьезно говорю. Если ты не психбольной, но если ты не долбоебый, не совок, ты проходишь это, ты становишься миллионером. Там есть все. То есть, все, что я делал, я рассказывал на вебинарах и на всем этом тренинге. Все, что я делал, все, что принесло 13 миллионов, все есть на вебинарах по гипнокоучингу, которые у вас открыто, в доступе есть. Представляете, какой пиздец? И вот эта тупая морда, блядь, пишет, что, блядь, лоху. Лох это ты. Понимаете? Лох это тот, который не понимает, что он задебиленный, что именно он раб, что именно его пошлют на мясорубку и на смерть, на какую-нибудь из спецопераций, рано или поздно. Понимаете? Добавь еще, Данил, инфо-цыган слово, обязательно. Да. Миграция народов. Давайте это самое, позадавайте вопросы. Я сейчас перемотаю прямо в самый низ, не буду читать всякую хрень. Я перемотаю вниз. Напишите вопросы по поводу конкретно, о чем у нас вебинар. Значит, наставничество, психбольница, что у нас там еще есть, то, что чистилища у нас больше не будет. Что с профи будет? Профи ничего не будет. Оно как было, так и остается. Чистилища не будет. Прорабатывайте себя сами. Вот мы вам все дали, учитесь делать все проработки, организовывайте себе какие-то там чаты, короче, вот это все, короче, все самое. Прорабатывайте друг друга, все будет супер. У кого куплено профи, что делать? Вы продолжаете делать то же самое со своими наставниками, как и планировали. Ничего не изменилось для вас. Все то же самое. Так, Владимир пишет. Я живой, мне 24 года, я понял, что все делал неправильно. Ок. Ну, супер. Можно ли грибы кормящим мамам? Я считаю, нужно. Понимаете, вопрос, кормящая мама какая? Кто это кормящая мама? Если кормящая мама, это будущая мать-одиночка, то там пофигу. Ребенок будет у вас учиться по-любому. То есть, понимаете, чем вменяемее будет мама, тем лучше повезет ребенку. Вот. Типа так. Потому что независимо, что вы будете там рассказывать и как будете воспитывать, ребенок будет у вас учиться жизни. Если мать дебилка, ребенок однозначно тоже будет дебил. У него очень мало шансов выжить. То есть, ему повезет, если вы сдадите его куда-нибудь там в детский дом там или куда-нибудь в школу, какой-нибудь в концлагере и так далее. Вот. То есть, матерей нужно лечить в первую очередь. то есть, если, например, мать уничтожит для ребенка семью, то что из этого будет? Вы вообще понимаете, что скоро большинство женщин в мире будут матерями-одиночками, незамужними, и большая часть будет без детей. Так, опять зависло. Я на себя смотрю, и я, сука, у себя же самую висну. Окей, супер. Как победить лень? А вам ее невозможно победить? Вам в реинкарнацию надо уже. Понимаете? Лень и невозможность жить, потому что лень – это, в принципе, когда человек сдался. Он не знает, для чего он родился, он не знает свое призвание, он дух потерял и не может его остановить. Лень – это показатель, что человек мертвый. То есть, лень – это, смотрите, лень, вот просто перечеркните и напишите «я мертвый бот». Это лень. Понимаете? Я бот. Я не ленивый. Я бездушная биологическая субстанция, которая ничего не способна в жизни поменять, порешать, ни на что не влияю. Вот это лень. Вот это оно. Трэнк пишет «Это запись». Да, это запись. А какая нахуй вам разница запись это или нет? Вы же все равно, вы посмотрите и вы ничего из этого не извлечете. Вы что думаете? Если вы не в записи посмотрите, тогда у вас жизнь изменится. Тогда вы запишетесь в психушку и тогда вас вылечат и вы станете миллионером. вы можете и в записи записаться на гипно-коучинг и себя попробовать. Так вот, по поводу лени. Вот все те люди с небольшим исключением, которые попадут на бесплатный гипно-коучинг, они будут чувствовать лень. Это и есть отбор. На самом отбор, это выживание, да? То есть, что вас будет останавливать от того, чтобы пройти бесплатно то, что люди проходили и платили 10 тысяч баксов? Лень. А чтобы эту лень преодолеть, вам нужна поддержка человека, который ее преодолел. Вам нужен тренер, наставник, помощник, который за руку вас проведет. Но вы этого не понимаете. Я хочу, чтобы каждый из вас извлек очень важный урок из всего этого. Я хочу, чтобы вы записали, что сегодня 17 августа 2024 года. Зайдите себе в Google календарь какого-нибудь, там куда-нибудь зайдите и сделайте себе напоминалку. Прямо сейчас, я вам серьезно говорю, вы просто будете знать свое место на планете. Если вы не знаете свое место на планете, вы реально потерянные. Сделайте напоминалку себе, чтобы через год у вас включился будильник и показал, что я 17 августа 2024 года выбрал то-то, то-то, то-то. На тот момент у меня было в кармане в банке общего состояния, например, столько-то денег. и сравните, и сравните, что с вами стало через год. Вот просто приколитесь, потому что вы поймете, что время ничего не меняет для вас. Время ничего не поменяет. Вы думаете, через неделю у вас будет лучше, через месяц у вас, через год. Время в вашем случае, если ты мертвый человек, ничего не меняет. Абсолютно. Вот это самое страшное. Вот это самый пиздец. То есть, если вы были вором, вы останетесь вором. Если вы были чмошником, вы останетесь чмошником. Если вы были вменяемым человеком, вы останетесь вменяемым человеком. У вас будет только больше и лучше и так далее. То есть, если вы подозреваете, что ваша корона, ваше вот это вот все, оно не дает вам жить, вам нужно в психушку. То есть, я знаю, кому больше всего и легче помочь. Это те люди, которые всю жизнь чем-то, как-то, где-то занимались, которые не сдавались, которые просто были обмануты и не получили инструменты, которые действительно работают сейчас в наше время, вот в эту секунду. Понимаете, есть информация, которая работала когда-то. Есть какая-то философия, которая сто лет назад, например, там Лев Толстой, Достоевский, вот эти вот все книжки, которые вложены в ваше сознание, потому что вы по школьной программе это все проходили. Оно сейчас не актуально. У вас старые устаревшие программы в голове стоят. Они, это всего, это, к примеру, как Windows 95 в новом компьютере Mac. Поэтому вы не тянете то, что происходит в мире. Понимаете? Какие у вас еще есть вопросы? Что должна тогда делать женщина, если в разводе с детьми, сейчас таких женщин много, они сами содержат свои семьи, развиваются как поступатим. Им придется самим зарабатывать на всю свою семью, на всех своих детей. На работу ходить бесполезно. Вам нужно будет учиться, лечиться. То есть, вы подумайте, если женщина разведенка с детьми, у нее психическая болезнь. То есть, вы считаете, что разведенка с детьми это нормальное явление. Я считаю, что это психически больная женщина, которой неплохо было бы вылечиться, потому что она сделает со своими детьми то же самое. Потому что ее дети вырастут без отца, и это проклятие будет длиться не только в ее жизни, но еще и в жизни детей. И этому, то есть, вот зная все это, у вас права на незнание уже нет. То есть, вы сознательно будете делать все, что вы делаете, как вы живете со своими детьми. Если у вас, не дай бог, есть девочки, если ты мать-разведенка с девочкой, она будет такой же. Если у тебя ребенок-мальчик, ему просто негде даже научиться, как быть мужчиной. А это пиздец. А это настолько тяжело восстановить, вы даже себе не представляете. Поэтому, что такой женщине делать? Ей нужно лечиться. Ей нужно лечиться, вылечить себя. Вылечив себя, когда оно получается, вы можете этими же достоверными фактами делиться с людьми и помогать им в том, что вы с собой сделали. То есть, вы можете делиться своим опытом. Вот я была дебильной, короче, теткой. Разъебала всю свою семью. Не тому дала, какому-то уроду дала. И уничтожила свою жизнь. Свою жизнь. Потому что, смотрите, я вам так скажу, психическая здоровая женщина работать никогда не пойдет. Как вам такой пиздец? Вы же считаете, что женщина должна делать карьеру. Я знаю, что психически здоровая женщина никогда не пойдет на работу. Вот и все. Вот вся разница. Вот вся разница. 13,5 миллионов за 5 лет и ваши все страдания. Чего тут доказывать? Кому лечиться надо? Вы-то думаете, что я долбоеб? Вы же пишете, типа, я тут развожу лохов. Нет, у меня все заебись. У меня жена не работает. Потому что я считаю, что я буду самой конченной тварью, если я отправлю свою жену на работу. Вот это мое убеждение. Что вы будете с этим делать? Вам это не понравится? Вам это неприятно? И каждая из вас, каждая хочет, чтобы у нее был муж, который не пустил бы ее, сука, ни при каких условиях на работу. Каждая без исключения. То есть, нету в мире исключений в этом правиле. Шах и мат. Что надо делать? Лечиться надо, блин. Вот тут уже рекламу, блядь, постят. А где у нас эти самые модераторы? Вот вам и весь бизон, блядь, пожалуйста, нахуй. Рекламу, блядь, вот это. Те, которые, блядь, не разбираются ни в марке. Вот Дмитрий пишет, ЖКТ. Вот у него, блядь, сука, рекламы нет, блядь. Он не понимает вообще, как деньги зарабатывать. Он приходит на чужие вебинары. Воровать он думает. Он ворует клиентов. Вот как вы будете лечиться у вора, блядь. То есть, если вот это правило включить. Лох и деньги должны расстаться. Вы должны расстаться. Запишитесь, пожалуйста, к Дмитрию по ЖКТ и гинекологии, пожалуйста. Вот у него телефон. И он будет прав. Когда он вас кинет и наебет, блядь, вы этого заслужите, потому что вы долбоебы. Потому что лох и деньги должны расстаться. Опять, сука, зависла. Окей. Ладно. Кстати, хороший вопрос. Заявка на обучение бесплатная ли? Екатерина пишет. Пока да. Позже все заявки будут платные. То есть, вы будете записываться, платить деньги. И ждать. И у вас будет один только шанс пройти интервью. Как и сейчас. Но дальше это будет за деньги. То есть, еще раз говорю. Для вашего же блага, пожалуйста, не выебывайтесь. У наставников есть задача долбоебов вписывать в черный список. Потому что их очень много. А наставников – это ценнейшие, самые вменяемые люди. Их очень мало. Понимаете? Вот. Чего там еще написали? Ну-ка. Владимир написал. У женщины работа-быть женщиной. База. Красавчик. Красавчик. То есть, вот Владимиру можно доверять уже женщину. Он уже базу знает. Понимаете? Он уже знает базу. Вот Людмила пишет и про нее комментирует. Что мужчин нормальных не осталось. Так правильно. Так вы же, блядь, их воспитали. Вы же воспитали, блядь, этих мужчин. Вы что вы ебываетесь? Вы же мамы. Вы женщины. То есть, смотрите. Что такое женщина вообще так, по понятиям? Это первая в мире копировальная машина. То есть, если вот так вот разобраться. Женщина – это первая в мире копировальная машина. Туда закладываешь образец. И она тебе выдает копию. Чуть-чуть, как бы, модифицированную. Вопрос. Кто воспитал этих мужчин, которых, блядь, нет? Кто? Где? То есть, вы хотите сказать, что ребенка, мальчика отдали в садик. Там мужчины его воспитывали? Нет, сука, нянечки. Дома кто его воспитывал? Мать-одиночка. В школе кто его воспитывал? Училка. И так далее. Вы воспитали, блядь, тех, которых вы сейчас хуй сосите. Вам всем в психушку надо. Всем, блядь. И на грибы. Елена пишет, сколько продлится жатва? Ну, пока всех не это самое. Не зажатвуют. Как определить, что целитель, называющий себя вашим учеником, действительно им является? Он вам деньги вернет, если он учился в гипно-коучинге. Если он не дал результаты. Психушка – это замена чистилища? Нет. Психушка – это вообще отдельная тема. Лечит психобольных. Ну, вас. Потенциально. Так, окей. Что у нас там дальше? Где можно посмотреть список ваших гипнотерапевтов? На странице, которую вам сейчас сделают ссылку. Регистрация психушки. В психушке работают все наши специалисты, которые вас вылечат. То есть, они сделают вам все проработки. Напоминаю. Лох и деньги должны расстаться. Вон там кто-то писал. ЖКТ и всякое такое. К нему записывайтесь. Красавчик, отвечаю. Звоните ему прямо сейчас все. Приколитесь? Позвоните ему нахуй все, блин. Пока сидите, наберите ему нахуй. Не, я перемотаю. Сейчас я продиктую телефон его. Сейчас, секунду. Сейчас я сделаю бесплатную воровскую рекламу. Дмитрий. ЖКТ и гинекология. Плюс семь, девять, шесть, девять, три нуля. Семь, четыре, семь, три. Прямо сейчас набирайте. Просто по приколу давайте. Набираем все. Все набираем. И смс-ки посылайте. Вопросы по теме есть вообще? Вы это самое, что хотите? Окей. Тут уже осталось уже как бы это самое. Окей. Теперь поставьте. Давайте я просто как бы посмотрю. Кто из вас хочет пройти психушку? Поставьте единички. Вторую. Двойки поставьте. Те, кто хочет пройти наставничество. Есть ли у нас такие? Я знаю, что максимум два человека. Они уже быстро посмотрели. Уже зарегистрировались. Если вы не там, не там, звоните вон Дмитрию, который ЖКТ лечит. Он телефон выставил. Значит, смотрите. Тут что-то люди пишут. Психушка. Туда-сюда. И так далее. Значит, смотрите. Главное не попутать, кто вы и кто они. Наставники и те люди, которые у нас делают проработки в психушке. Это для вас великие люди. Вы понимаете вообще, что такое великий человек? Великие люди. Они сделали то, что для вас непостижимо вообще в принципе. Объясняю, что это значит. Смотрите. Вы заметите, когда вы будете бесплатно учиться в гипнокоучинге, что там все прям прописано. Там настолько все четко. Там бумажки, скрипты, там шаблоны. Значит, у вас у всех чем ниже ранговость человека, чем больше корона. И тем серьезнее он воспринимает свое быдлятское образование. Он считает, что он всех умнее. Что он правильно, он все знает, короче, и так далее. Вот те люди, которые со мной сотрудничают, они сделали для вас невозможное, потому что вы с этой своей короной не пролезете никуда даже в гипнокоучинг, даже бесплатно. Большинство из вас. Они сделали героический поступок. Они признали, что они чего-то не знают в жизни. Они признали, что их научили неправильно. Они признали, что какой-то незнакомый им мужчина в расцвете сил красавчика вообще может их научить чему-то новому. Вы понимаете, да? То есть, это признать в себе нужно сначала вот эти дефекты, деградантства и все такое. И оттолкнуться от самого дна и воспарить, как птица феникс. Вот это вот все люди, которые будут с вами общаться. Кому вы там оставите заявки. Если вы попутаете и будете думать, что за ваши деньги вам кто-то должен. Нет, за ваши деньги вас выебут и пошлют на спецоперацию сдохнуть. Это за ваши деньги. С вами это уже сделали. Со всеми. У вас забрали все. Кстати, новость. Я помню, когда в 1991 или 2002 году, короче, в Узбекистане, когда я жил, я помню, у меня дед был такой военный, там, подполковник. Все, значит, у него там бабло что-то он накопил. Там он думал там или несколько волк купить или там дом. Короче, когда он в один день утром проснулся, все в стране Узбекистан проснулись, им сказали, ваши все деньги идут нахуй. Все ваши деньги. Вот все это говно напечатанное, которое мы вам раздали за вашу жизнь, за то, что вы продали всю жизнь за бумажки, мы у вас их, блядь, конфисковываем. Прикольно же, да? То есть, он въебывал, жизнью рисковал, там, война, не война и так далее. Утром проснулся, а у него денег там обменять надо было, там, столько-то там, десятков тысяч этих старых денег на какие-то ушлепные, там, какое-то говно новых денег. И ему выдали за всю его жизнь на один раз сходить в магазин денег. Всю страну кинули. Как вы думаете, с вами это со всеми произойдет? Я подозреваю, что да. Причем это может быть мягко или жестко. Жестко может и это самое не произойти. Но мягко это происходит при помощи той же самой, например, как это называется, инфляции. То есть, вы все ебошили, все что-то копили, у вас ничего нету. Вот вы все, каждый из вас хотите своим потомкам оставить какие-то богатства, деньги и так далее. У всех это биологически прошито, это нормально. Но понимаете, что с вами со всеми будет? Вы им оставите только психические болезни в наследство. Какие-то рваные носки и ржавый гараж. Может быть, какой-то китайской машиной, которая развалится при вашей жизни. Разве это не обидно? Разве это не обидно, что вас так жестко наебали? Разве не обидно теперь уже понимать, что эти психические болезни были созданы искусственно? Это ничего общего с вашим врожденным интеллектом не имеет. Абсолютно. Абсолютно. Это искусственные программы, которыми вас поработили. Ваших предков поработили. Ваших детей поработили. И если вы не возьмете ответственность за свои психические болезни, то ваш род будет уничтожен. То есть, вы думаете, там дети, там это... Какая нахуй разница, если ваши дети... Один будет алкаш, блядь, другая проститутка или наркоманка, блядь. И они все попередохнуты в каких-то спецоперациях. Нахуй вы размножались? То есть, нахуй вы тратили время на то, чтобы их типа воспитывать? Ну, вы же пиздите, вы же их в школу отдали. Воспитатели, блядь. Севастьян пишет. 18 лет стану миллионером. Красавчик, так и надо. Пройди психушку, найди себе денег, чтобы заплатить за наставничество. Тебя сделают миллионером. Я вам еще раз повторяю. У нас в бесплатном тренинге по гипнокоучингу есть все, чтобы зарабатывать миллион долларов в год. Долларов. Не какой-то там говна, блядь, нарезанного. Долларов. Пока еще оно как бы котируется. Ну, потом биткоины будут и так далее. Это все есть бесплатно. Вопрос ты подтянешь. То есть, я бы вам, знаете, что рекомендовал? Если вы такие прямо самоуверенные, месяц попробуйте. У вас будет месяц себя протестировать. Не, как бы у вас будет неограниченное количество времени. Вы же его не цените, да, все равно. То есть, я вам даю доступ пожизненно к гипнокоучингу. Но если через месяц вы вспомните. Вот там какой-то чувак в зеленой рубашке. Кстати, мне Грант подарил рубашку охуенную. Долчи кабана нахуй. Настоящая. Из Дубаев. Так вот. Вы вспомните. Месяц назад я какого-то в зеленой рубашке смотрел. Блядь, что-то я сейчас там решил пройти. И ты понял, что ты опять пошел на работу и дрочишь, блядь, на видеоигры. 18 лет. Тебе нужно в психушку. Тебе нужно обязательно, блядь, наставника. Потому что наставник это красавчик, у которого получилось. Я у бабушки, Эдгар спишет. Я у бабушки после смерти 6 тысяч рублей нашел. Она всю жизнь работала. Работала, да. Тут прикол, знаете, в чем? Тут прикол в том, что вы должны подружиться со смертью. Именно понимать, что вот она прям. Тебе на ушко дышит. Типа, ну что ты там, блядь. Время, говоришь, у тебя много есть, да? Окей, посмотрим. Никита Алексеевич спрашивает. Как быстро мертвый биоробот может вылечиться в психбольнице? Значит, смотрите. В психбольнице у вас есть возможность избавиться от какой-то проблемы. Например, писюн не стоит. Боюсь на видеокамеру выступать. Депрессия, там всякое такое, да? Изучите, что можно вылечить гипнозом. Там огромные списки. Вот это вот все. То есть, вы платите за одну проблему, ее решают. Побочным эффектом может быть, что решатся еще какие-то проблемы. Например, писюн не стоит, и поэтому ты на камеру не разговариваешь. Потому что подсознательно думаешь, сейчас я стану каким-то там знаменитым человеком. Телки набегут, а у меня писюн не работает. То есть, оно все взаимосвязано. То есть, очень часто бывает так, что вот эти вот все проблемы, они взаимосвязаны. И ты одну разбираешь, там остальные тоже как домино. По поводу мертвого человека. Значит, смотрите, как мертвому человеку стать живым? Значит, надо вернуть дух. Как это сделать? Убираешь те проблемы, которые тебе мешают зарабатывать бабло. То есть, я бы как сделал? Вот я мертвый человек, все, алкаш там, пивасик пью и так далее. Телек смотрю, драчу на порнуху. В общем, вот как бы стандартный вариант. Или там мать-единочка вся такая, блядь, в инстаграме смотрит, и у нее карта желаний. Тоже ебнутая. Вот, что бы я сделал? Я бы выявил, то есть, я бы прошел, посмотрел бесплатный гипнокоучинг, посмотрел, что меня заставляет лениться, чего я боюсь на самом деле. Я боюсь денег, я боюсь популярности, я боюсь, что меня отпиздят или паяльник в жопу. Вот эти вот совковые вот эти вот все пиздецы. Они все у вас есть, все, значит, налоговые придет, а Азат этого, Аяза, блядь, посадили, Аблиновскую посадили. А я же еще круче, красавчик, меня же в первую очередь. Их выпустят, а меня посадят по-любому. Да, это же про вас, да, все как бы. Вот. И вам нужно выявить, что тебе не дает, например, вот это, да. То есть, ты это слои убираешь, начинаешь зарабатывать бабло. У тебя там, ты уже начинаешь там какие-то там проработки кому-то делать туда-сюда. Но продолжаешь тупить, типа лень, блядь, что-то времени нету, хочется потусить. Потом ты, значит, это самое, накопил деньги на наставника, но тогда уже поздно будет, он уже будет на 4 тысячи дороже стоить. Вот. Платишь, значит, значит, вот это наставнику, он тебя за 2-3 месяца делает человеком настоящим, пиздит тебя прям по яйцам, у кого что там, или там, короче, пиздит, заставляет в групповом формате. Опять-таки же, тебе нужно будет ему доказать, что ты более-менее жил, более-менее, что ты стараешься, что ты с тобой, они не потратят время свое, потому что наставникам это невыгодно. Потому что им придется вернуть деньги тебе, если ты долбоеб. Они очень четкие, они тебя прям посмотрят, скажут, ну нахуй, короче, иди сам учись. Так вот. И вот ты вот это все проходишь, через несколько месяцев ты десятку зарабатываешь, перестаешь дрочить, уезжаешь на Бали или на Таиланд, или на куда-нибудь еще. Вот. Там всякие там красивые страны. Главное, чтобы было жарко, блядь. Бассейн. Красиво. Дом, прислуга, вот это вот, ну по программе надо, чтобы было. Все. И когда ты начинаешь жить, и у тебя есть обслуживающий персонал, красивый вид, ты ходишь там под пальмами, бананы ешь, на пляже все, там серфингом занимаешься, тогда ты ожил. То есть, я вам рассказал план, как бы я поступил, если бы я был дрочилой или вот психбальным. Да, Евгений пишет огонь рубашка, мне тоже понравилось, да. Интернет лагает, будет ли запись. Хуй его знает, я четыре раза пытался это самое, я уже вам ничего не гарантирую. Рекоментирую. Тут как бы так. Хотел бы услышать ваше мнение об учении Талтеков и Кастаньеды. Да идите вы нахуй. Вот в конце, вот мне хотелось так, блядь. Какое нахуй мне, какое отношение? Я вам продаю, блядь, наставничество. Вам в психушку надо, вы ебнутые, блядь. Вы понимаете, вы просидели, сука, сколько тут, блядь, часов или час, или два, короче, похуй, два. И вы, сука, не поняли, что здесь происходит. Вы, я же должен оторваться, блядь. Значит, смотрите, что вам непонятно, если вы долбоебы? То есть, вы какую-то хуйню прочитали, она не сработала, блядь. Потому что, если бы она сработала, вы бы здесь не сидели. Вы бомжи, блядь, вы шизотерики. У вас жизнь говно, блядь. У вас дети инвалидами, вы их делаете. И вы спрашиваете мое мнение по какой-то хуйне, которая у вас не сработала. Почему-то здесь нет ни одного человека, который спрашивает про то, что сработало. Например, как вы считаете, блядь, я тут себе купил три Роллс-Ройса, блядь, и у меня вилла и самолет. Вот мне дом надо как утроволты, блядь, с гаражом для самолета покупать или нет? Вот потому что так Кастаньеда сработала охуенно. Вы же не понимаете, что вы долбоебы, блядь. Вам психушку надо, сука. Ой, как хорошо стало, блядь. Понимаете, вы дрочите, а я вот от этого кайфую. И вот у меня есть это самое хобби такое. Денис говорит, слава Творцу. Все правильно. Слава грибам. Они, блядь, они не понимают, что их ебут, блядь. Какой нахуй Кастаньеда? Какие нахуй эти самые? Транссерфинг, блядь, с этими. Тебя ебут всю жизнь, с детства, до этой секунды, блядь, тебе никто правду не рассказал. Тебе не рассказали ни разу, что ты долбоеб. Кто тебе раз, вот серьезно, блядь, авторитетный человек, как я в охуенной рубашке. Тебе хоть раз кто-то сказал, например, какой-нибудь правдивый твой учитель в школе, блядь, или в университете, блядь, 37-е высшее образование. Тебе же не сказать, ты долбоеб нахуй. Ты своих детей уродами делаешь, блядь. Тебе же никто... А вот я, блядь, святой человек. Аминь. Вот так. Еще один, сука, по буддизму, блядь, сука. Ладно. Слушайте, а может мне, как Жириновский, в политику пойти? Я легализую маты, сделаю, значит, обучение. Это самое. Буду пояса давать, значит, с первого по восьмой дан. А потом это уже будет секретная, как бы, это будет, как масонская такая тема. Там будут ультрамощные технологии изучаться. Проголосуем, давайте. Уже начнем. Кто за то, чтобы открыть институт художественного мата? Поставьте единички, а кто против, двойки. Мы вас сразу выключим с вебинара. Вот, Сергей пишет, что это лучшее, что он слушал. Правильно. Вот вам, Сергей, надо, значит, найти классного, значит, наставника. Может даже пройти психушку. И тогда вы сможете этим... Вы вообще понимаете? Я вот сам, когда вот иногда у меня вот это вот... Я вот сижу, смотрю и плачу эти самые свои видеоотзывы обо мне, которые записывают, да? Пиздатые такие ученики. Все там они переехали, говорят, смотрите, я жил в Хрущевке, а тут вот пальмы, красиво, все. Я, знаете, я очень часто по утрам в ахуе. Я, блядь, дайте так, тут надо вообще, чтобы заставка была, это барабанная. Я хуесосил пять лет людей, которые заплатили 13, блядь, миллионов нахуй. Это как? Вот такое красавчик. Это новая технология. Кстати, я ее получил, я ее получил у нескольких учителей. Сейчас я вам расскажу историю возникновения нового духовного учения. Значит, сначала это был Тай Лопес, который записал видео. Еще это был год, наверное, шестнадцатый или семнадцатый. Где он в гараже тоже снял видео, в Ламборгини, туда-сюда. Потом второй был Дэн Пенья, который в замке в Шотландии, у которого я профессионально, вот это вот то, что вы видели в фотографии, где там я в юбке в этой самой, в шотландской и так далее. Я там проходил, получал восьмой дан по художественному мату в замке. Зимой было. Красиво. Вот это вот исторически, как это духовное учение было создано. Представляете, да, например, через сто лет, да, люди, например, будут на каком-то вебинаре сидеть, блядь, спрашивать. Я тут читал древнюю философию духовного учения, которую там как-то в зеленой рубашке, блядь, создал. Чего вы по этому думаете поводу, нахуй? Прикольно было? Бы. Да. Посмотрим. Расскажите про основные принципы семейной жизни. Основные принципы такие. Значит, мужчина должен быть авторитетным человеком, женщина не должна работать, заниматься семьей. Значит, мужчина должен быть богатым, обеспеченным, влиятельным человеком, обеспечивать свою семью. Вот. Жена должна уважать, любить, делиться, так сказать, вот это вот все, воспитывать детей. Должна быть протрепованная. Вот так вот. А что тут непонятно? То есть, всех протреповали, жена не работает, дети довольные, в концлагерь не ходят. Вы же вырастите нормальных людей. Вы знаете вообще, что все современные миллиардеры, все, которые в Америке, то, что я изучал. Например, Билл Гейтс. Знаете, как он Билл Гейтсом стал? Его папа был миллионером. У Уоррена Баффета его папа был одним из самых мощных судей в Небраске. То есть, как вы думаете, если у тебя папа авторитетный судья, он не скажет, слышите, там, если что, там, к моему сыну идите, а то я там нечаянно как бы попутаю что-нибудь там по вашим решениям судебным. То есть, это все кланы, кланы. Вот подумайте, а на кого вы можете опереться в жизни? Вот подумайте, вы же одиночки, блядь. Вас предали все вокруг. То есть, если так посмотреть, вы что думаете? У вас там друзья есть, которые за вас там жизнь отдадут или что? Или у вас какие-то родственники там есть, которые за вас там что-то это самое? Нет, вы одни. И вам придется спасаться в одиночестве. В одного. Никто вам не поможет. Единственное, может быть, если у вас денег хватит заплатить наставнику. Может быть, если у вас денег хватит. Вот они вас доведут до конца, если вы выявываться не будете. И все. А так вы все. Вы у стенки уже зарядили все это пистолеты, ружья, и вас будут расстреливать. Вопрос просто когда? Но вас и ваших детей будут уничтожать. Вы будете в этом участвовать сами. Еще вопросы есть? Продублируйте, если я что-то промотал. И будем уже, наверное, заканчивать. Как детей воспитывать? Вам уже бесполезно воспитывать детей. Я вам серьезно говорю. Вам бесполезно воспитывать детей, потому что вы забили хуй на себя. Женщины, вы хуй забили на себя. Вы притворяетесь, чтобы соседка вас не обхуесосила. Вы притворяетесь, что вы занимаетесь. Вы не воспитываете детей, поверьте мне, вы их предали в тот момент, когда вы их отдали чужим людям. Когда вы привели ребенка в садик или в школу, вы отдали на воспитание своих детей чужим людям. Как можете задавать вопрос о теме, которую вы контролировать в принципе не можете? Если вы посчитаете, в течение недели рабочий, вы видите со своими детьми 20 минут в среднем, полчаса. Вопрос, кто их тогда воспитывал? Вы не воспитывали. А кто платит, тот и танцует. Правильно? То есть, ваших детей уже однозначно изуродовали. Это в 90% случаев. Если вы не предали своих детей, то вам нужно психушку пройти, заняться собой и только собой. Больше ничего не работает. Если мать не долбоебка, у нее будут вменяемые дети. Если она долбоебка, а что вы воспитаете? Что вы будете? Книжку читать или что? Кого? Конек-горбунок или что там? История Хаджана Средина или что? Что вы будете? Как вы собираетесь воспитывать детей? Никак. Вот, пожалуйста, люди уже собирают на наставника. Видите, халявщики. Халявщики они, блядь, это самое. Халявщики. Я вам еще раз говорю. Халявы в этом мире не существует. Вы жизнью заплатите за все. Я, например, жизнью плачу, но я хочу за свою жизнь такого, чтобы все охуели, включая меня. Понимаете? Вы за все заплатите. То есть, поверьте мне, это у нас в гипно-коучинге все это описано, как этот механизм работает. И деньгами платить самое дешевое. Самое дешевое – это деньгами. Жизнь, время – это невосстанавливаемый ресурс. Вы никогда не вернете. Вы ничего не вернете. А вот деньги можно в любых количествах напечатать, наебать. То есть, деньги – это вообще ничто. Время – это все. Вот если вы платите за все жизнью, то вы ох, как себя наебали. И мне вас не жалко. Я бы хотел сказать, что мне вас жалко. Нет, нихуя не жалко. Вы заслуженно за все сами выбираете или платить, или не платить. Но платить будете жизнью. Поможет ли психушка бросить курить в траву? Однозначно. Трава, что вы понимали, трава – это зависимость мертвых людей. То есть, сейчас я вам скажу про траву, кто не знает. Можно ли выбрать наставника? Сейчас тоже расскажу. Про траву сначала закончу. Значит, траву легализовывают сейчас во всем мире не потому, что они хотят вам там помочь. Не потому, что они хотят там вот эти, которые там вас ебут. Не поэтому. Трава, если ее неправильно использовать, начинает использовать вас. Она делает вас имбецилами, тупыми и ленивыми. То есть, дух уходит. Ваш дух живой, который должен движняк наводить, рулить. То есть, вы становитесь овощем. Вы становитесь чмом на траве. Потому, что вы даже не изучили, как правильно пользоваться растением-учителем, чем трава-то является. Мамо-хуана – это очень серьезное растение-учитель. Его не курят, его едят. Готовят. И, например, 200-300 миллиграмм травы нужно поглотить, чтобы у вас был примерно похожий на айавасочный трип. Вот такой трип на траве. Все остальное это делается для того, чтобы вы как овощем были, когда вас будут ебать и уничтожать ваших детей, насиловать. Чтобы вы сидели ровно и не дергались. Потому, что если ты обкуренный на траве, ну, ты говно полное. То есть, с тебя ничего-то не получится. Это про траву. Наставника можно ли выбрать? Да, вы сможете выбрать наставника. У вас будет несколько, значит, вы проходите несколько интервью с разными наставниками и выбираете тот, который вам подходит и с кем у вас будет контакт. У вас будет такая возможность. Но если вы выебываетесь на первого, он вас ставит в черный список и с остальными вы не сможете пообщаться. Потому, что вы тупое говно, они скажут, положат на вас трубку, потому, что вы не понимаете, кто вы и кто они. Они для вас пример, они для вас великие люди, потому, что у них получилось, а у тебя нет. Понимаешь, да? То есть, статус. Если ты это попутал, ты дальше, даже если ты продвинешься, ты не сможешь... То есть, я вам очень важную вещь дорасскажу. Смотрите. Когда ты путаешь статус, тебя жизнь пиздит. Например, когда ты приходишь за помощью, тебе нужно с уважением к этому подойти. Я когда прихожу к любому своему учителю, он может быть младше меня в два раза. Мой учитель, он мой гуру, я его должен уважать. Почему? Потому, что у него есть то, что нет у меня. И он заплатил за то, что я получаю у него жизнью, опытом, деньгами, всем. Он жизнь посвятил. И это нужно уважать. И если ты не уважаешь это, то ты тупое говно, с тобой разговаривать нельзя. То есть, почему так жестко и почему так конкретно? Времена изменились. Никто вам в жопу дуть и целовать больше не будет. Ты будешь зачищен нахуй. И это не шутки. Поэтому ты или снимаешь корону и с уважением относишься к своим наставникам, которые тебя из говна вытаскивают прям за руку. Или ты идешь нахуй. То есть, все же очень просто в жизни. Жизнь, она очень простая на самом деле. То есть, жизнь простая. Например, вот эти вот тетки, которые жалуются, мужчины. Да нехуй было, блядь, давать нахуй всем подряд, блядь. И залетать, блядь, от пяти мужиков непонятных. Вот правда. А если бы ты была целомудренной женщиной и ждала, блин, нормального, достойного мужчину, который бы создал тебе все условия и запретил бы тебе, блядь, в штанах ходить на работу к другим мужикам, тогда было бы все по-другому. Поэтому, что вы жалуетесь, если вам психушку надо всем? Ну, я как бы так считаю. Ну, мое мнение, вы же понимаете же, да? Тренд пишет, что вы женщины-предательницы и кидала. Нет, не так, неправильно. Их такими делают многих. Ну, не все такие. Это пиздеж. Потому что я знаю очень достойных женщин, но их единицы. То есть, это как вот в музей идешь, и вот в музейном экспонате вот оно, вот такое, вот оно. Они еще такие живые остались. Пару штук. Все. Какие страны выживают? Где выживают? В вашей зачистке, значит, страны СССР не планируются, чтобы выжили. Значит, какая сейчас будет тенденция? Многие люди понимают это все, да? Они как бы более-менее развитые, да? Они по всему миру начинают как бы вот разбрелись, чтобы не было точечного вот этого всего, да? То есть, самые безопасные страны, это страны маленькие, в которых нету ни нефти, ни газа. То есть, там вообще неинтересно. Например, вот эти вот все, там Латинская Америка, Центральная Америка, там вот эти всякие Эквадоры, Перу, там Коста-Рики. Там просто бананы растут и все. Банановые вот эти банановые страны, типа Таиландов там и так далее. То есть, нахуй ничего не нужно. Вот там нормально будет. Если у вас есть нефть, если у вас есть газ, это, например, Россия, это, например, Украина, там всякие вот эти вот там некоторые мелкие страны из бывшего Советского Союза, ебать будут жестко. То есть, Среднюю Азию будут там вот эти исламисты все ебать, славяне сами себя должны истребить вообще нахуй, то есть, там это самое. А всех остальных маленьких так поработят и захватят, потому что, ну, как бы, а что нет? Ну, типа так. Так, поэтому вас ждет очень веселое время, у вас должны быть деньги большие и без призвания вы их заработать больше не сможете, потому что вас всех заменил уже по факту искусственный интеллект. Если ты экономист, если ты какой-то контент-мейкер, продюсер и так далее, вас всех нахуй уже, блядь, заменили всем, чем возможно. То есть, сейчас есть вот эта Сора-программа, она фильмы снимает такие, как Аватар. Вот ты пишешь, я хочу снять фильм с зелененькими, не с голубыми, как в Аватаре, людьми, туда вот так пишешь, он тебе снимает фильм целый. Создайте, пожалуйста, программу для деток. Так, берите и создавайте, блядь. Вы же, ваши дети никому не интересны. Вы понимаете, вот, что вы сейчас вообще предлагаете? Вы предатели своих детей. Вы предатели детей своих. Вы даже после всего, что я вам сейчас рассказал, хотите, чтобы кто-то, чего-то создал. Сука, сам создай, блядь. У тебя есть бесплатный тренинг, у тебя есть наставники, у тебя есть психбольница. Создай тренинг, блядь. Тебе же своих детей спасать надо. Вы что? Вы как собираетесь вообще выживать, блядь, если вы халяву хотите? Вы в прямом эфире просите халяву. Типа, мои дети пусть идут нахуй. Вот, как бы. Я хочу, чтобы вы их спасли. Залтан пишет, в бумажном виде можно купить ваши книги? Я, кстати, у меня есть по 24 книги. Мы напечатали каждую книгу. И я их пронумеровал и подписал. И скоро мы будем делать такое мероприятие онлайн или, скорее всего, онлайн. И я буду там, как на аукционе, разыгрывать эти книги. Они войдут в историю, я вам отвечаю. Они будут в музеях, они будут в истории. Потому что подписанные мной мои книги, вы же понимаете, да. И мы, скорее всего, где-то через какое-то время это все сделаем. Потому что у меня они просто лежат, блядь, в коробках. Мне надо от них избавиться. Я первую копию себе, естественно, оставлю. Как в биткоинах, да. У меня должен быть свой криптокошелек, своя книга. Потому что будет самая дорогая. Вот, а все остальное вы купите. Будет ли повтор? Если вы этого не поняли, вам уже бесполезно. Забудьте, вам повтор не поможет. Вам лучше не пересматривать это. Один пишет. Лень, двигатель прогресса. Вот это и есть программа, которая вам задебилила мозг. Я, например, не знаю ни одного ленивого-мертого человека, у которого был бы прогресс. Вас наебали. Мало того, я вам хочу сказать. Вас во всем наебали. То есть, все, что вы знаете. Все поговорки, все пословицы. Все, что вы можете придумать и произнести. Вас наебали. Поэтому вам нужна психушка. Мурат пишет, что Слушаю вас 4 года. Прошел бесплатный тренинг. Но все еще бомж. Реинкарнироваться? Желательно, да. Но вас как бы реинкарнируют, естественно, да. Вот. Психушку надо пройти. Психушку. На психушку деньги у вас всех есть. Знаете, в чем прикол? Вы все притворяетесь, что у вас денег нет. Но когда, блядь, у кого-то какая-то хуйня произойдет с вашими родственниками, вы всегда найдете денег. Вы их займете. Вы их найдете. Но на себя, сука, вы никогда ничего не найдете. Потому что вы себя предали. Потому что вы неживые люди. Вас нужно спасать. Вам нужно в психушку. Понимаете? Запишитесь в психушку и поговорите с человеком, который вас спасти может. Почему я, блядь, четыре года сосу. Давайте умножим, как вы сосете на калькуляторе. Десять тысяч долларов в месяц умножаем на сколько? На четыре года. Это сколько? Четыреста восемьдесят тысяч ты, Мурат, братан, проебал, блядь, пока ты сосешь, блядь. Ты пока сосешь, ты мог полмиллиона долларов, блядь, уже заработать. Ездить на каком-нибудь пиздатом Мерси. Может, даже на трех пиздатых, новых. А ты выбираешь сосать. Вот и все. То есть, вы даже эти факторы не можете в голове вот как-то подсобрать. Типа, а почему я сосу? Потому что я больной психически. Я вам еще раз повторяю. Нищебродство – это психическая болезнь. Она лечится у нас в гипнокоучинге. И чтобы приближаться к людям, быть спасителем, целителем и так далее, вам нужно вылечиться сначала самому. Вам психушку надо всем. Вы думаете, что вы нормальные люди? Нет. Вы всего лишь один из 99% больных, мертвых, тупых людей. По-братски говорю. Спасайтесь, пока не поздно. Вас зачистят нахуй. Что ждет Рашку? Не Рашку, а Россию. Вообще СССР. Вместе с Украиной. Потому что это все вместе сейчас будут взаимо уничтожать. То есть, что ждет? Ну, как бы ждет все то же самое, что и было. Вам нужно Первую мировую войну изучить. Вторую мировую войну. Голодомор нужно изучить. Я почему вас уговариваю денег заработать? Почему? Потому что вы будете на весь золото. Скоро у вас там в так называемой вами Рашке будут менять слитки золота и ювелирку, типа Кортье там и Болгарии и всякое такое, за кусок хлеба. Вам нахуй перекроют все интернеты. Я почему вам говорю, заработайте деньги, съебитесь куда-нибудь во Вьетнам хотя бы. Там дешево жить. То делает алкашка с человеком. Она уже сами все сделала. Она уже сами все сделала. То есть, я вам так скажу. Вот в эти времена, да, Великой Жатвы, если вы будете, то есть, если вы будете прикасаться к алкоголю, к курению, вы автоматом вам пизда. То есть, вы там, там шансов нет вообще нахуй. Забудьте. То есть, вам нужно будет выбрать или ваша жизнь и ваших детей, или пивасик нахуй. Я с одним человеком недавно разговаривал, мой одноклассник. Он говорит, сейчас какие-то магазины открылись. Говорит, везде, блядь, они это черное, что-то белое, еще какая-то хуйня. Там алкашку продают постоянно в очереди. То есть, люди столько не стоят в очереди за жрачкой, блядь, сколько за бухлом. Вот этот весь скот будет уничтожен. То есть, я бы вам всем порекомендовал в психушке хотя бы вылечиться от того, что вы алкаши. То есть, алкаш – это самоубийца. То есть, самоубийцы – это те, которые будут очень жестко проходить перевоспитание, очистилище и так далее. То есть, это открытые, явные самоубийцы. То есть, там вообще никаких вариантов нет. То есть, это самый жесткий же скач. Я слышал про исследование, которое привело к выводу, что 90% населения – земли дебилы. Эти эксперименты до сих пор проводятся. В школах делают опросы, тесты проводят. И человек, который проходит школьное образование, у него 90% шансов быть дебилом. То есть, вы все вот эти вот женщины, которые отводят своих детей в концлагеря, где их одебиливают, вы это сделали. А потом вы спрашиваете, а где все мужчины? Вы их отдали на одебиливание. Вы их родили. Вы их отдали на одебиливание. И вы потом еще требуете с них, чтобы они были нормальными мужчинами, блядь. Вы их воспитали. Одебиливанием занимаются в школах и в садиках женщины. Исключительно, всегда без вариантов. Вот, там про еду пишут и так далее. Сколько стоит психушка? Психушка, там три программы. Вы просто зарегистрируйтесь, там на странице все узнаете. Вот. Так и есть, каждый день, удивляясь, сколько неадекватных. А вы что думаете, вы адекватный? Вы сидите на этом вебинаре, слушаете, как я вас хуесосю. Вы знаете, что вам нужно чистилище, вам нужна психушка, вам нужно наставничество. И вы ничего по этому поводу не сделаете. 90 процентов, это минимум 90 процентов. И вы считаете себя нормальными. У вас просто корона. Я больше скажу, вот Юлия, которая написала, вы не пройдете интервью у наставника, потому что вы считаете себя лучше всех остальных дебилов. Но, скорее всего, вы попадаете в эти 90 процентов. К сожалению, так. К сожалению, это правда. Я, когда это понял, я охуел про себя. И поэтому, когда я прихожу к своим учителям, они становятся для меня гуру. И мне, чтобы у них учиться, мне нужно вот эту корону снять, сказать, что я долбоеб конченый. Пожалуйста, меня научите, потому что я не знаю нихуя. По сравнению с тем, что вы знаете. Вот так вот. А вы сидите и хуесосите. А ты, блядь, кто? Ты что? У тебя что, муж, который тебе дал возможность не работать? Или ты, мать-одиночка? Или планируешь таковой стать? Ты кто? Понимаете? Начните с вопроса, кто я по факту на самом деле. И перестаньте пиздеть. Вы здесь, на этом вебинаре по одной причине. Вам пизда. Без этого вебинара. Без гипнокоучинга. Без наставников. Без психушки. Вам пизда. Гарантированно. Поэтому я могу в таком формате до вас... Мне похуй, если вы выживете. Вот это правда, на самом деле, это абсолютная, стопроцентная правда. Вы что думали, вы тут придете, вам кто-то что-то продавать будет, блин, там уговаривать? Нет. Я знаю, что большая часть из вас будет зачищена. Вменяемые люди и так все поняли. Все? Окей. Еще пару вопросов. И... Алена пишет. Скажите, пожалуйста, чем отличается лечебница от чистилища? У нас нету лечебницы. У нас психбольница есть для таких, Ален, как вы. Понимаете? Вы сидели на вебинаре и не поняли, что у нас оказывается. Нету лечебницы. У нас есть психбольница. То есть, для вас конкретно. Вы слышите. И вы не... У вас демонические программы в голове. Они даже не дают вам ни увидеть, ни услышать. Я уверен, вы не поняли до сих пор, что... Когда я, например, говорю, что вы изуродовали своих детей... Вы завтра поведете своих детей дальше уродовать в школах. Но завтра, воскресенье будет... Впослезавтра вы отведете их на изуродование. Про кузнециков правильно тренд говорит. Швейцария, Италия. Что с Европой? В Европе пизда. Вам все на Олимпийских играх показали. Пизда. Значит, в Европе жрачки уже не осталось. Там вырезали весь скот. Там вот это вот все птицу. Все, короче, все... Короче, сверчки. Все правильно. Елена пишет. Зарабатываю 3-4 тысячи долларов и живу в осень в маленьком городе СССР. Установок. Хочу сказать вам спасибо. Я сделала сайт. Убрала свой тупизм. Что пока и так нормально. Иду вперед. Поздравляю. В маленьком городе СССР. 3-4. Нормально. Пройдите психушку и вам вылечат вот эту болезнь, которая тянет вас обратно в нещебродство. 3-4 тысячи, если вы пользуетесь знаниями гипнокоучинга, вы позорите вообще слово гипнокоучинг. Вы должны от 10 тысяч зарабатывать. И съебаетесь с этого маленького города в СССР, бля, куда-нибудь в Таиланд, блядь, или на Бали. В очень маленьком городе вы себе врете, вы думаете, что у вас все нормально. Потому что там вообще, блядь, бомжи живут. Вы знаете, самое опасное, когда вы начинаете зарабатывать больше всего быдла населения, окружающего вас. В маленьком городе, я знаю, там зарплата, если в СССР, там 500 долларов. И вы тут 3-4 тысячи, вы типа олигарх. Нет, блядь. Вам нужно поехать в Москву, зайти в дорогой ресторан, и вы поймете, что вы бомжиха конченая. Конченая бомжиха. И съебываетесь в какой-нибудь Таиланд, блядь, или какой-нибудь там, я не знаю, Вьетнам. Вы там хоть поживете, хоть на жизнь посмотрите. У вас уборщица будет, у вас повариха будет. Но заработаете нормальные деньги. 3-4 тысячи – это не деньги. Даже десятка уже не деньги. Поверьте мне, это вы. Снимайте корону, перестаньте выебываться. Посмотрите мир. Я вам серьезно говорю. Посмотрите мир. Вы поймете, что мир намного красивее, больше, чем в Мордоре, в котором вас всех упаковали. Очень известный астролог из Инстаграма сказал, Павел пишет. Я дальше читать не буду. Павел, вам в психушку, вы уже ебнутые, блядь. Если ваши мысли начинаются, что очень известный астролог что-то сказал, вам пизда. Вас зачистят однозначно. Следующее вы пойдете, наверное, на интервью или, как это называется, на консультацию к литерологу. Нужен ли идеальный английский для работы гипотерапевтом на зарубежном рынке? Нет, не нужно. У меня не идеальный английский. И нормально. Я охрененно знаю, сколько лет проработал на американском рынке. Все заебись было. Английский с акцентом, он заставляет человека прислушиваться. Типа, чего? Он внимательнее слушает. Поэтому это может быть даже большим для вас плюсом. Вы же этот вопрос задаете, потому что у вас не идеальный английский. А вы хотели соскочить. Я бы вам сказал, типа, не, хуйня, короче, сдавайся. И ты сказал, ну ладно, да, в психушку иди. У тебя самоуверенности просто не хватает. Все. Лечусь микродозингом, Артур пишет, и трипами. После банкротства долг 35 тысяч долларов. Закрыли выезд из России. Дайте совет. Окей. Занимаешь денег на наставников. Отбиваешь 35 тысяч долларов. Съебываешься оттуда нахуй в течение нескольких месяцев. Четыре месяца. Я тебе даю четыре месяца. С наставниками ты заработаешь эти деньги. Даже больше отдашь долги. И съебешься. Все. Спасешься хотя бы, как минимум. Я думаю, это стоит того, чтобы выжить. Поднапрягаться чуть-чуть немножко. И все. Нормально все будет. О, Владимир написал. Люди, которые считают, что много мата – это плохо, а в отношении-присутствии женщины вообще неприемлемо. Это что, плохо? Да мне как-то похуй, как вы считаете. То есть, вы же теоретически спрашиваете, а вот вы найдите настоящую женщину и спросите ее. Задание вам на всю оставшуюся жизнь. И посмотрим. Сколько стоит наставничество? Наставничество стоит 10 тысяч долларов. Те, которые присутствовали на этом вебинаре, получают сейчас скидку 4 тысячи. То есть, вы можете туда зайти пока что за 6. и вам гарантированно дадут результаты. Почитайте про гарантии, там все будет очень понятно и доступно. Какие у вас еще есть вопросы по поводу всего, что происходит или произошло? Давайте я почитаю, что мне еще написали сотрудники. Напишите, сотрудники, мне что-нибудь, если я что-то пропустил. Я в телефоне сейчас посмотрю. Все ли я рассказал или я что-то пропустил? Может быть. Ну как? Так. Ну скажите, прикольно же за 13 миллионов хуесосить людей. Кто так хочет? Поставьте, кстати, тройки. Кто хочет научиться как стать миллионером во время того, когда вы кайфуете, наслаждаетесь жизнью, говорите правду? Не всем такое дано. Что, я пропустил что-то? О, кстати, Владимир пишет про реферальную программу. Кстати, у всех у вас будет возможность зарабатывать с реферальной программы процент. Кстати, кто знает, сколько там процентов у нас повышается постоянно, я же сам в шоке. Столько мы денег платим. Короче, вы за реферальные программы можете заработать столько денег, что вам работать никогда не надо будет. Потому что вы, если считаете, там вот кто там писал, какая-то женщина писала в маленьком городе, что там 3-4 тысячи, вы можете эти 3-4 тысячи с реферальной программы нашей получать. Я хочу с мужем своим. Что, кто хочет? Окей. Вроде все сказал, да, уже. Добавить нечего, говорят. Нечего добавить. Да, Марина пишет, что я щедрый. Знаете, когда человек может позволить себе быть щедрым, когда у него есть чем делиться. Вот мне, например, есть чем с вами делиться. У меня есть информация, которая действительно работает, которую проверили огромное количество учеников. Все те, которые прошли все по бумажке, по инструкциям, все получили. Академия закрывается. Нет, она не закрывается, она процветает. Она становится больше и мощнее. Она никогда не закроется. Скорее вы закроетесь, чем эта академия. Эта академия сейчас станет монополистом в этой сфере. Потому что все остальные быдло-тупари, которые университеты посоздавали после того, как они подсмотрели бесплатный тренинг, они все будут сосать так, что вы даже не представляете. Они с голоду будут приходить, пороситься на коленях, чтобы мы их дальше обучали к наставникам. Вот это то, что будет. Синдром вруна психушка тоже вылечит. Синдром вруна – это трусость. Это лечится в психушке. Человек врет, потому что он боится сказать правду. Он трус. Он предатель. То есть любой человек, когда врет, он просто трус. Он предал себя, он всю свою жизнь предал. Он ходит в масках, он даже не знает, кем он является. То есть вся его жизнь – это просто сплошное вранье. И таким людям экстремально опасно грибы использовать. Потому что вся жизнь, которую они создали, создана на платформе вранья, искажения, и она будет уничтожена. То есть человек просто останется без ничего. Ему придется создавать жизнь заново. То есть вас это все ждет. То есть у вас не будет ничего. То есть ни из каких аспектов жизни у вас ничего не останется. Вас надо сначала уничтожить и создать заново. Вопрос – вы готовы к этому? Очкуны обычно будут продолжать врать себе, всем остальным и так далее. Поэтому в заключении хочу вам сказать – не играйте с грибами. Вы все создали свою жизнь на вранье. Грибы очень сильно не любят эту тему. Они разрушат в ноль, в пыль на атомы вашу жизнь. И вопрос – вы сможете потом себя собрать без наставников, без психушки и так далее? То есть вот эти вот для недотрепованных, кстати, которые в пиздеце, вам в психушку надо всем. Вы проебали грибное очистилище, когда вам говорили – перед трипом пройдите, подготовьтесь. Чтобы вам потом специалисты все это потом заинтегрировали. Нет, вы себя разъебали. А вы знаете, что многие из вас до конца жизни своей не соберутся в кучу больше никогда? Это приговор. То есть вам придется или вот это в этом пиздеце до конца жизни жить, или платить за всю жизнь, или жопу в руки взять, но будет очень сложно, собрать деньги где-то там, позанять, потому что заработать вы не сможете ничего. Вы разобранные, у вас мозг не работает. И вам придется нанимать людей за деньги, платить им, они вас будут в кучу собирать. Так вы все, вы овощи, у вас просто как бы в зеркале какое-то отражение есть до сих пор, но это все фейк, это вас нет. То есть вас разобрало, потому что вы этого заслуживаете. Как бы, я же говорю, все за все всегда заплатят, но лучше не жизнью, лучше деньгами, поэтому выбирайте. Все, я пошел на бассейн загорать, короче, вы тут это, там, сами добивайте, что там, куда мне нажать, ага, завершить. Всем привет, короче. Увидимся на этом платном канале, я там буду вещать скоро.